ТНТ-комедия, крутой учитель физкультуры, это аниме про бывшего бандюгана, который становится школьным учителем, чтобы бить детей, домогаться до несовершеннолетних, домогаться до совершеннолетних, вовлекать детей в азартные игры, рекламировать люксовый автомобиль и страдать любой другой фигнёй, только бы не работать. Вот что сказал бы я, если бы снова хотел вас закликбейтить смешным сравнением аниме и российской комедии. Но, во-первых, это уже сделали все до меня, а во-вторых, давайте честно, какова вероятность, что сценаристы ТНТ хотя бы раз смотрели аниме? Как бы это ни было смешно, физрук не крал сюжет крутого учителя Анидзуки, и дело тут даже не в том, что их идентичные до мелочей истории, это просто совпадения. Таких совпадений у этих сериалов, и даже у стран их создавших, на самом деле гораздо больше. Дело в том, что несмотря на все эти схожести, они отличаются в главном, в тех мыслях, что они доносят до зрителя. И чё это значит? 99-й год. На телеэкраны Японии выходит аниме про человека, вдохновившего миллионы мальчишек по всему миру. Анидзука Эгичи, 22 года, бывший капитан сборной по карате и лидер банды байкеров Басазоку, нынешний дурак и дебил, зачем-то мечтающий стать учителем. Успешно просрав сдачу диплома в шараге, он идет устраиваться историком в частную школу, но, не сумев написать без ошибок даже собственное резюме, проваливает собеседование. Однако тут в школу врываются хулиганы, чтобы отомстить Забучу, который их исключил. Старая пляшивая крыса мало того, что прячется за спиной человека, которого он пять минут назад обосрал с ног до головы и отказался принять на работу, так еще и оскорбляет шпану, пришедшую раскрошить ему лысину. В ответ Анидзука толкает мощную речь о том, что детей нужно уважать не меньше, чем взрослых, и спасает Забуча от расправы, избив его самостоятельно. Поступок Белобрысова Сигмы производит впечатление на директрису школы, та берет его на работу и даже выдает бесплатное социальное жилье. Правда, плясал фраер недолго, ведь выясняется, что жить он будет в школе, на лестнице. Вася, Коля, вписка. А учить будет класс 14-летних моральных уродов, готовых пойти на все, от публичного унижения до терроризма, чтобы заставить своего классного руководителя уволиться. Но эти спиногрызы не знали, с кем связались. Ради своей мечты стать самым крутым учителем в истории, Анидзука идет на унижение, преступление, клоунаду, очень много клоунады, и в итоге решает личные проблемы своих учеников, превращает их из врагов в друзей, и делает школу местом, где можно веселиться, получить настоящую поддержку и учиться реальной жизни. Не, ну крутой учитель Анидзука реально крутой. В каком еще аниме есть Гуфи А Звук Бега? Звук падения металлической трубы? И звук Чубака из Постола. Я так больше не могу! Черт меня подери, я не расист, эти люди действительно все выглядят одинаково. Но вот есть ли в этом аниме Нагиев? 2014 год. Время трагедий, последствия которых мы расхлебываем до сих пор. Одна из них – выход сериала «Физрук». Именно он так поднял в России популярность Дмитрия Нагиева, продажу уродливого немецкого внедорожника и число детей со звездочками из Наруто на коленках. В свое время «Физрук» считался шедевром среди школьников от 12 до 16. И даже 10 лет спустя он остается самым высокооцененным проектом ТНТ. Почему? Фома, застрявший в 90-х, Ауе Шеуе Уе Бан, которого выкинул на мороз его пахан из-за повышенной борзости при дорожно-транспортном происшествии. Но Фома не так прост и намерен вернуться в банду, используя тайного сына своего босса – Сашу, о котором пахан рассказал ему, когда они еще были как братья. С помощью пыток и угроз он устраивается физруком к Саньку в школу, чтобы сделать из него настоящего мужика и тем самым завоевать обратно доверие его отца. Но тут выясняется, что слушать Фома умеет так же хорошо, как составлять Европротокол. И Саша оказывается реверс-трапиком, а Нагиев застревает в этом сериале еще на 4 сезона. И вот сейчас я скажу страшную вещь. Физрук – так-то неплохой сериал. Ну то есть это все еще продукт сериальный и восстановленный от ТНТ. Но тут хотя бы время от времени можно получить удовольствие от просмотра и даже посмеяться над некоторыми шутками. Да и по своей изначальной задумке сюжет вполне неплох. Застрявший в 90-х ауешник сталкивается с современным миром и становится нормальным человеком с реальными моральными принципами и вместо воровских понятий. Вот только с последним происходит проблемка. Видите ли, ни Анидзука, ни Физрук не изобрели сюжет, жесткий тип стал училкой Ржака Прикол. Такие фильмы были и до, и после них, и строятся они по одному шаблону. Дебил поневоле начинает работать в школе, где ему дают на попечение класс хулиганов, которых он в итоге учит жизни, наставляет на правильный путь и сам по ходу дела исправляется. Вот только ни Ванидзуке, ни Физруке, дурачок на главном герое, не исправляется никак. Правда, причины этого сильно разные. А Нидзука, бывший главарь одной из самых жестоких банд Басазоку, японских байкеров и малолетних бандитов, впервые появившихся еще в лихих 50-х, когда страна отходила от кризиса распада империи и перестраивалась на новые рыночные рельсы. Экичи понимает, что в современной Японии 90-х, одной из самых безопасных стран мира, между прочим, таким как он, уже нет места, и бросает свое криминальное прошлое, чтобы исполнить мечту, стать крутым учителем Анидзукой, подарив детям то, чего не было у него самого. Счастливое детство с весельем, друзьями и наставником, на которого можно положиться. Несмотря на клинический идиотизм и неуважение к закону, Экичи хороший человек, готовый бороться за свои идеалы, помогать тем, кто в этом нуждается, и дарить детям счастье, пусть и очень нестандартными методами, он уже исправился еще до начала своей истории. А вот физрук – это злой брат-близнец Анидзуки. Это бывший бандос, построивший карьеру в лихих 90-х, когда страна отходила от кризиса распада империи и перестраивалась на новые рыночные рельсы. Ему нет места в современной России десятых, где организованная преступность давно не бьет морды битами, а пилит миллионы на госконтрактах. За такую отсталость от жизни его и выкидывает на мороз его хозяин. Фома – это глубоко одинокий и несчастный человек, который за агрессией и хамством пытается скрыть недовольство собственной жизнью. И по ходу первого сезона он действительно в чем-то меняется к лучшему, становясь временным опекуном Саши и хоть сколько-нибудь адекватным членом общества. Но проблема в том, что формат подпивасного ситкома работает до тех пор, пока история в нем не двигается с места. Поэтому в конце первого сезона Фома просирает половые отношения, предает Сашу, сдав ее отцу, а взамен получает от пахана «хуй без соли», вернувшись к той же точке, с которой началась первая серия. И этот цикл не закончится до самого закрытия проекта на четвертом сезоне. Фома до самого конца так и останется тупым гопарем, травящим байки, как он в 90-х порешил людей на 20 пожизненных, и решающим любую жизненную проблему – быча, либо моча в сортире. Потому что такой образ гораздо легче продать российскому телезрителю, чем образ нормального человека с реальными принципами. Ленинградская улица этому давно научила. Но как бы сильно не были похожи «Лысый» и «Белобрысый», «Анедзука» – это банально совсем другой сериал про совсем другие вещи. Если физрук превращает свою школу сперва в сауну, а потом в казино, то «Анедзука» превращает ее в место, где детям хочется быть. Несмотря на то, как он клоуничает на уроках, бегает за каждой юбкой, являясь девственником в 22 года, и в принципе непонятно, как закончил школу, Анедзука все еще достоин называться учителем. Потому что учит он не наукам, которых не знает, а жизни, которую знает очень хорошо. И это вам не просто какая-то крутая пацанская цитата. В момент, когда Экичи в очередной раз собираются уволить за то, что он, переодевшись слона, накамил из Хобота на главу оборнадзора, на справедливый вопрос Забуча. Какого хера он вообще делает на своих уроках? Тот внезапно совершенно серьезно отвечает, что ценность академического образования в современном мире стремительно падает, и сейчас важнее не иметь диплом вуза, а уметь заводить друзей и полезных знакомых, и учиться всему самостоятельно. Именно это помогло ему, человеку с IQ меньше 100, стать учителем. И именно этому он учит детей. Между прочим, это не просто отмазка, которую этот дебил на ходу придумал, а очень прогрессивный для своего времени взгляд на образование. Лучшие современные школьные системы именно так и работают. Они учат детей не школьным предметом, а самой способности учиться, социализации и самообучению. Так что Анедзука не дурак, а действительно великий учитель, опередивший свое время. И его первый урок, это то, что взрослые не слишком-то отличаются от детей, и те, и другие вымещают свои страхи и комплексы на окружающих, ломая друг другу жизнь. И тем и другим нужна поддержка, забота и любовь. Хороший пример, это Уруми, девочка-вундеркинд из класса Анедзуки, которую искусственно зачали не с целью любить и лелеять, а с целью вырастить гения. Ее первая учительница, которая была ей как мать, опозорила ее перед всем классом, потому что не смогла выдержать того факта, что 10-летний ребенок оказался умнее нее. И уже эта травма привела к тому, что Уруми превратилась в буквально эмо-террористку, готовую буквально взорвать школу, чтобы выместить свою злость на мир. Как Сигма-учитель решает эту проблему? Он привязывает 14-летнюю девочку к мотоциклу и прыгает на нем с моста. Он делает это, чтобы, напугав ее до смерти, показать, каким бы гениальным небыдлом и деденсайдом, прохававшим жизнь с самого низа вы ни были в свои 14 лет, эта самая жизнь все равно вас умнее. И никакие 200 IQ не заменят вам счастливое детство, маму, друзей и глупые детские радости. Лучше проживите свои беззаботные годы счастливо, пока у вас еще есть время. Это все, конечно, хорошо, но зачем я все это говорю? Естественно, не для того, чтобы кому-то доказать, что аниме из 90-х лучше сериала на ТНТ. Такое видео уже есть. Я сделал этот ролик сравнение, потому что у физрука с Аницукой есть что-то общее и помимо похожих сюжетов. Это, внезапно, судьба подростков в России и в Японии, и то, как они на нее повлияли. Хотя вот в этом они как раз различаются. Физрук вышел в то время, когда подростковая преступность после роста в кризисных 90-х и падения в сытых нулевых вновь стала расти. Начало десятых – это момент нового экономического, политического и социального спада в России, когда детки вновь стали мечтать о том, чтобы стать не юристами, а ворами в законе. Время рождения того самого АУЕ, запрещенной в России организации без всякой организации. Физрук, совместив быдлокомедии от ТНТ и сериалы про братков от НТВ и поместив все это в сеттинг школы, очень точно попал в малолетнюю аудиторию паблика об нуля и предложив им красивую историю о том, как четкий пацанчик пояснить тупым училкам, как по жизни двигаться. Конечно, Физрук не придумал АУЕ. Это, прости господи, субкультура существовала задолго до него. И авторы сериала наверняка тоже не хотели ему такой судьбы. Видно, как они пытались сказать, что в наши дни жить по понятиям людей, которые умеют только крышевать ларьки с жвачкой по рублю, это идиотизм. Вот только, как я уже говорил, видно это разве что в первом сезоне сериала. В итоге, аудитория, четыре года смотревшая, как этот пережиток прошлого вполне успешно живет в настоящем, ничуть не меняясь, увидела в образе Фомы не объект для смеха или сочувствия, а пример для подражания. Нельзя сказать, насколько сильно Физрук повлиял на ренессанс гоп-культуры, но учитывая, как плотно за образом четкого пацанчика закрепился тот же черный гелик, вместо не менее черного бумера свой вклад он явно сделал. И при чем тут Анидзука? Конец 90-х в Японии это расцвет потерянного поколения. Молодежи, чьи лучшие годы пришлись на период стагнации и кризиса, наступивший сразу после того, как в 89-м году лопнул японский экономический пузырь, сделавший страну одним из первых государств мира. Множество крупных компаний, родившихся во время пузыря, обанкротилось, старые социальные лифты закрывались, а японские подростки не знали, что им теперь делать со своей жизнью. Ничего не напоминает? Как и в России, после роста в переходные годы и начавшегося в сытые 80-е спада, жестокости насилия среди молодежи тогда снова стали расти. Только если раньше злые на жизнь мальчики и девочки уходили в босозуку или якудзу, то теперь, когда качество и безопасность жизни возросли, дети стали вымещать свою злость скрытно на сверстниках и учителях. С помощью хорошо знакомых вам буллингов, боулингов, издевательств и травли, порой приводящие к самым трагичным последствиям. И вот главное отличие ГТО от физрука. Если ТНТ-комедия осознанно или нет запрыгнула на хайп новой формы подросткового насилия, то Аницзука с этим насилием боролся, пытаясь примирить взрослых с детьми, хулиганов с их жертвами и подростков с самими собой, рассказав пусть глупую и нереалистичную, но по-настоящему вдохновляющую историю о том, как один дурак, бандит и большой ребенок с большим сердцем превращает школу в место, где дети могут чувствовать себя счастливыми. Вся эта чушь, которую я вам сейчас рассказал, на самом деле учит нас одному. Каким бы глупым и незначительным ни казался наш вклад в историю, будь то сериал про лысого дебила или аниме про белобрысого дурачка, все, что мы делаем, может повлиять на то, каким будет наше будущее. Физрук ненароком помог некоторым впечатлительным российским детям превратиться в малолетних преступников, хотя просто хотел на них заработать. А Нидзука не смог остановить японский школьный садизм, который продолжается и сегодня. Но он, как и многие другие фильмы, сериалы и аниме, давал знать, что такая проблема вообще существует, давал надежду ее исправить, и, возможно, хоть кому-то помог. Знаете, именно сейчас, когда сильная рука у нас на шее с каждым днем сжимается все сильнее, и что бы мы ни делали, все кажется бесполезным, важно помнить. Даже самые незначительные вещи могут как изменить ход истории, так и укрепить уже взятый ей путь. Большими или малыми шагами, стараясь изо всех сил или даже не пытаясь, все мы каждый день можем изменить этот мир. Не надо жить, закрыв глаза и уши. Имейте свои идеалы и стойте за них до конца. И меняйте мир к лучшему каждый день. Это его последний урок. Ой, задушнил, задушнил, еще и политату свою приклел, и ведь сидел два с половиной месяца высирал эти 17 минут. Ну что, ребят, спасибо, что подождали, спасибо, что посмотрели. А если хотите послушать, как я еще подушню на тему физрука, а не дзуки, то заходите на мой юбилейный стрим празднуем 29,9999 тысяч подписчиков. Кстати, на этом стриме мы будем сидеть с моими бустерами. Если хотите присоединиться, подписывайтесь на мой бустер, там можно и ролики смотреть пораньше и читать эксклюзивные текстовые обзоры на всякую хрень. Например, скоро там будет обзор на любимый сериал 14-летних девочек. У меня на канале нет ни рекламы, ни монетизации, поэтому все, что я с этого получаю, это ваши донаты мне на стримах или денежки моих любимых дорогих бустерят. Если хотите присоединиться туда или туда, пожалуйста, все ссылки в описании. Большой респект, уважение и поцелуйчик в кузика моим бустерам, моим донатерам и вообще просто всем вам, даже тем, кто не отправил мне деньги. Я вас всех очень люблю. Пока!